Здесь можно развить вопрос на два блока. Первый – это лекарства, закупаемые государством в рамках госзаказа, либо гарантированно объема бесплатной медпомощи. Это бесплатные лекарства, гарантированные государству всем слоям населения, детям, пенсионерам, инвалидам, все, кто не могут себе позволить, и в рамках диагноза эти лекарства будут бесплатно. Второй блок – это платные лекарства в аптеках, где мы идем покупать на свои карманы. По первому случаю, в 2018 году мы с командой IT-ребят внедрили блокчейн. Блокчейн – это автоматизация, оцифровка всей цепочки, всей цепочки – закуп, складирование, логистика, доставка, в больницу привезти, человек будет. И вся эта цепочка должна быть подключена к системе. Малейшие изменения в системе выдаются к уведомлению, что где-то произошло изменение. Малейшие изменения в одной цепи приводят к изменению и к уведомлению всей цепи. Это, например, цепь из маленьких звеней. И каждое звено, оно связано между собой. И где-то малейшие изменения мы об этом узнаем через информационную систему. Такая система была внедрена. И в 2018 году по госзаказу на было 3 миллиона получателей бесплатных лекарств. Бюджет составлял 110 миллиардов тенге. И вот внедрив вот эту полную оцифровку и заканчивая СМС-уведомлением человеку, вы получили какое-то лекарство, вы подтверждаете это или нет, мы выявили 1 миллион ложных получателей, которые из них больше половины уже были не живые, то есть умершие получается. Но кто-то вместо них получал лекарства. То есть мы 1 миллион убрали, осталось 2 миллиона реальных потребителей медицинских услуг. И вот этот 1 миллион в бюджете из 110 миллиардов составило 38 миллиардов денег. Мы эти деньги вернули обратно в бюджет, потому что раньше эти деньги воровались. Но сейчас, когда при полной цикрализации, уже некуда было воровать. И невозможно стало воровать эти лекарства и довершивших их перепродавать. 38 миллиардов это где-то 33-34%, одна треть от всего бюджета на бесплатные лекарства исчезали. И даже, если вы не верите моим словам, почитайте узбекские средства массовой информации, называется Anfor.uz, они провели целое расследование. И они говорят, что в узбекских аптеках продавался казахстанский инсулин, где было написано Тегин. То есть печать такая получается. Но они говорят, почему-то, в 19-20-м году казахстанские лекарства почему-то исчезли из аптек Узбекистана. А именно в эти годы мы с командой этих ребят полностью оцифровали всю цепочку бесплатных лекарств. Поэтому никто не воровал, и в аптеках Узбекистана исчезли эти лекарства. Но в 20-м году меня и многих людей, которые внедряли эти инновации, через силовые структуры нас, получается, обвинили, осудили и отстранили от Министерства здравоохранения. И в апреле 21-го года, когда уже нас отстранили от Министерства здравоохранения, Узбекистские СМИ обратно пишут, «О, у нас появилось лекарство казахстанское, значит, Тегин, вот он, казахстанский инсулин, фотографии, все». Апрель 21-го года лекарства обороны опять вернулись на прилавки. Теперь смотрите, конец 20-го года было 2 миллиона получателей бесплатных лекарств. Бюджет был 86 миллиардов тегин. Наступает 22-й год, прошло 2 года, 2 года, и министр здравоохранения Анат Генет заявляет, что сейчас получателей бесплатных лекарств стало 4 миллиона. То есть было 2 миллиона, стало 4 миллиона. Бюджет составил, был 86 миллиардов, стал 226 миллиардов. Даже если мы уберем из головы, что возможно 4 миллиона цифра не настоящая, возможно, 326 миллиардов в день слишком большая сумма. Задумайтесь, рост получателей бесплатных лекарств за 2 года выросло на 2 миллиона. Было 2 миллиона, стало 4 миллиона людей. Это каждый пятый казахстанец больной хроническим с диагнозом, который получает бесплатные лекарства от министр здравоохранения. Но мне в это вериться очень сложно, и многие комментарии под моими постами и видео подтверждают это. А теперь получается, это очевидные факты, которые даже не я говорю, а говорит министр здравоохранения, что и она говорит это с гордостью. Но как стратегический орган, уполномоченный орган в сфере здравоохранения, эти цифры должны, из-за этих цифр должны бить в колокола. Потому что люди стали, больных людей стало в 2 раза больше за 2 года. Об этом надо задуматься. Причины, почему это случилось, как это случилось, какие заболевания выросли, что, какие факторы повлияли на это, на рост, на 100% рост болезненных людей. Даже если мы оттолкнем идею решения денег, вопрос заботы, здоровья о нашем населении будет стоять на первом месте. И отчитываться главе государства, что у нас 4 миллиона получает бесплатных лекарств, нужно главе государства и говорить, тревога, у нас 4 миллиона больных людей. Надо с этим что-то делать, надо выяснять причины. Давайте, может это легкие болезни, которые можно вылечить в долгосрочном периоде, или это требует долгосрочного лечения. Вот о чем должен думать, должно думать Министерство здравоохранения как уполномоченный орган, как стратегический орган забочишься о здоровье. Даже если Министерство здравоохранения не лечит, но он должен планировать благосостояние и состояние здоровья своего населения. Это главная цель. И второй блок. Второй блок это лекарства, которые продаются в русском аптеках. Недавно вышло расследование на канале Хабар ЖТП, журналисты выяснили, что одни и те же лекарства, которые продаются в Казахстане и в Российской Федерации одни и те же лекарства, одно и то же лекарство. Но в Казахстане оно продается на 200-300 процентов дороже. Но, уважаемые зрители, Российская Федерация находится под западными санкциями. Российская Федерация является членом таможенного союза, как и Казахстан. У нас не разная таможенная ставка. У нас одно таможенное поле, что не влияет никак на ценообразование. Если лекарство, любой продукт завозится в страны таможенного союза, они облагаются налогом один раз. Все. Потом можно из Казахстана в Россию ввозить, из России в Казахстан, в Белоруссию, другие страны можно без таможенного пошли. Тогда вы спросите, почему лекарства дороже у нас, чем в Российской Федерации, которая находится под западными санкциями. А все легко и просто. Предельные цены регулируются приказом Министерства Здравоохранения. Министерство Здравоохранения ежегодно издает и обновляет приказ с максимальными ценами на каждый препарат. Например, вот это лекарство, таблетка А, она стоит, например, 5000 тенг. А в России она может стоить 1000 тенг. Наши аптеки говорят, ну вот же приказ. И мы и они максимально стараются, например, если предпочтение они ставят цену 4999. Они не нарушают приказ, не нарушают. Но это не запрещает им увеличивать маржу на 230, на 200-300%. Многие комментаторы пишут, вот ты только умеешь критиковать, лжа срабишься, ты не умеешь ничего предлагать. Вот эта проблема решается легко. у нас есть информационная система, называется, получается, ЕАИ таможня, Министерство финансов, МДТ государственных доходов. В этой системе фиксируются все товары, завозимые на территории Казахстана. И в таможенной декларации указывается, откуда, куда завозимая цена, объемы, где будут храниться, вся эта информация имеется в электронном формате. Теперь, берем информационную систему Министерства финансов с таможенными декларациями, берем информационную систему Министерства здравоохранения и смотрим, по какой цене она была завезена в страну и по какой цене она продается. Это работа буквально тормотнее. Если я везде вижу, что министр финансов говорит, что мы контролируем все товары и мы не позволяем делать маржу более 15-20%. Вот вам замечательная возможность. Синтегрируйтесь и поставьте маржу не более 20% новозимые лекарства. Все вам скажут спасибо. Это тот эффект, за который люди будут хвалить госорганы. Они будут благодарить, потому что у нас у всех есть родные близкие, кто находится на операционном обеспечении. И мы прекрасно понимаем, что любой поход в аптеку находится не ниже 10 тысяч тенге, 15-20 тысяч тенге, 2-3 препарата 20 тысяч тенге из кармана. Но это тоже деньги, это первое поселение и бюджет. А вот простой такой грубо говоря интеграции, легкой интеграции между ними эти две базы уже есть. Их нужно просто объединить или хотя бы наладить обмен данными. Даже если интеграцию не умеете делать, уважаемые миссия второго ходения, запросите данные по возимым лекарствам, вы же приказ не ежедневно утверждаете. Один раз в месяц запрашивайте информацию по возимым лекарствам и актуализируйте свой приказ. пассивный тэмп в месяц